Бэкст, 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 он там! Быстрее туда! Привет, кище! Это Роблокс, и мы продолжаем вести раскопки в майнинг-симуляторе. Всё-таки такие слитки мне не очень нравятся. Кстати, а там посмотри, там какие-то красные слитки. Они намного круче выглядят, чем песчаные. И там даже какое-то событие у них идёт крутое. А у нас событие будет через 5 минут 55 секунд. Что ж, братва, пока событий нету, тусуем на пляже. О, смотри! У нас выпало оружие новое, точнее кирка. Называется она Клевер. И чего она крутая? Нет, у нас Клевер 1 и 3. Нет, фигня какая-то. О, ты посмотри, там братва копает, откапывает сейф, а я тут долблю пески. Пойдём-ка туда быстренько. Бегом марш! Ребят, вы что, через реку побежите? Нифига себе. А тут разве река? По-моему, это пропасть, парни. А, там уже всё добыли. Ну, ёшки-матрёшки. Ладно, у нас с тобой уже 12 тысяч кэш. Пойдём-ка к яйцу ковбойскому подойдём и купим себе крутого миньона. Надеюсь, нам попадётся какой-нибудь ковбой. Ух ты, какие яйца крутые. И тут у нас попался собакен. Обычный. Собакен обычный. Посмотрим, насколько он обычный. Он добывает по 175 единиц. Думаю, его стоит заменить. Вместо официанта поставим. Давай его. Одеваем собакена. И инструмент ему... Деревянный меч. Теперь у нас нет братвы, в плане большого брата. Но это не страшно, потому что большой брат был ленивый. Он очень медленно бегал. И добывал меньше, чем собакен. Короче, я тут подумал. А в чём фишка направлять сразу четверых на один слиток? Вот на такой один лежащий. Может быть, просто их направить каждый на свой слиток? И пускай добывает. Так, мне кажется, намного будет круче и шустрее. О, нифига себе. Почему у меня собакен добыл быстрее, чем... О, выпало что-то. Быстрее, чем пожарники. Что это выпало? Посох. Ого. Он какой-то крутой. Нереально крутой. А, не. Фигня какая-то. Но выглядит он зачётно. О, сейф. Ништяк. Откапываем, ребята. Теперь мы сейф откапываем намного шустрее. К тому же тут 10к. Пожарники с пёселем. Ха, знаешь, точно. Пёсель у нас специально поисковый. Это не обычный пёсель. Он помогает МЧСникам моим. Мы уже почти набрали 10к. Это означает, что мы сейчас сможем купить ещё одного миньона. Блин, реально. Собакен. А, ну конечно же. У него 175. В то время как у пожарников соточка. Поэтому очевидно, что он копает шустрее. Своими лапками. Ну и что, у нас уже десяточка. Точнее, уже 11к. Я предлагаю сходить к ковбойскому яйцу и прикупить пару ковбойских миньончиков. Хотя какая пара? Я всего одного смогу купить. Яйца ковбой. Эй, бой. Задари-ка мне ещё одного миньончика. И это у нас будет мишка обычный. Мишка обычный. Скорее всего, если пёс у нас не обычный, то мишка обычный добывает не очень много. Сто пятьдесят, слушай. Это неплохо. Какого миньона мы с ним? А с ним мы, наверное, чувака, у которого есть палка. Теперь у меня два пожарника и два животных. Собака понятно, что делает. А мишка, сложно сказать. Возможно, он ищет мёд. Ух ты, посмотри, сколько сейфов тут появилось. Там сейф, тут сейф. Один сейф я раскапываю. Это всё должно достаться мне. Жадине, говядине. Именно говядине. Так, братва, несёмся сюда. Тащим свои лесные пожарные попки. Давай, откапывай. Сейфик, пока тот ещё никто не трогает. Это хорошо, но мне кажется, что вот этот чувак туда направляется. Как-то срано он бежит. А тут моя братва уже всё откопала. Молодцы. И направляемся туда. Быстрее, туда уже бегут. Туда уже бегут. Правильно, через овраг. Так, а если я сюда попаду? О, тут ходить можно. Я словно по небу хожу. Я думал, тут вода. Ну что ж. Блин, я не то откапываю. Ну ладно, давай вот сюда бежим. Поможем МЧСнику. После нашей помощи, кстати, смотри-ка, у нас событие лихорадка опыта. Х2 опыта для игроков и миньонов. Я даже не заметил, как я быстро левел-то набрал. Всё, у нас с тобой 12 ксов. Это означает, что мы сейчас купим новое яичко. И кто же нам попадётся? О, осьминог. Но он, правда, обычный. И насколько он обычный, покажите нам осьминог. 550 добывает. Нифига себе, обычный. Получается, что мне фортанул, что он выпал. Ну да, 5% что он выпадет. А вот тут ещё 5%. А, 5% кактус. Это по-любому кактус. Такого я уже видел, миньона. Обалдеть. Да посмотри, какой он крутой. Как он держит булаву своими щупальцами. Мощный. Океанский осьминог. Хорошо, что не кракан. А то бы он нас тут всех сожрал. И он довольно быстро бегает. Наравне со мной. Может быть, если ему приспичит, он будет бегать даже шустрее, чем я. Ого. Токсичный миньон. Круто. Там даже какие-то вон с крылышками. На вампирюк похоже. Кстати, мне также в комментариях писали о том, что можно комбинировать разные инструменты. То есть, я думал, что можно соединять, объединять точнее, допустим, вот 3 посоха одинаковых. Но мне написали, что не обязательно, чтобы эти вещи были одинаковыми. Вот сейчас мы это пойдём и протестируем. Пойдём-ка. А, чё бежать? Мы можем телепортнуть. Телепорт. А, блами, есть 29 рубаксов. Капец. Да я лучше пешим добегу. Вот он, наш зачарователь. Миленький. И сейчас мы посмотрим, сможем ли мы, например, взять клевер. То есть, любые я всё-таки не смогу. Я смогу только зачаровать те, которые найдены в одной локации. Допустим, в долине я нашёл мечи, булавы, гантели и палки. И их я смогу объединить. Вот давай, например, возьмём вот меч. Ну да, точно. Палку и булаву. Зачаровать. Ну да, реально получается. Это круто, конечно. И получился у нас меч второго уровня. Но насколько он крут, пока неизвестно. Сейчас посмотрим. А, в принципе, он такой же, как бы, если я зачаровал три одинаковых меча. Поэтому смысла в этом нет. Но давай теперь мы попробуем зачаровать вещи из пустыни. У нас есть три клевера. Вот их мы возьмём и объединим. Так, у нас теперь крутой клевер второго уровня. Также есть посохи. Сейчас возьмём посохи. Кстати, а почему-то лопатку могу объединить. А лопатка, она с долины. Я, короче, не въезжаю, как это работает. Но четвёртую лопатку я не могу закинуть. Ладно, зачаровываем так. И у нас посох второго уровня. Теперь возьмём лопатку. И она у нас одна. Давай посмотрим. Клевер у нас теперь 1573. Меч. Меч можно снять. Одеваем клевер. Мишке палку убираем. Одеваем лопаточку. Потому что лопаточка как-то на удивление мощнее, чем посох. Всё. Я всех вооружил. За исключением пёселя. Как так? Наш пёсель... А пёсель потерялся, потому что его здесь нету в миньонах у меня. Пойдём добывать так. Бесить меня эти глюки в этой игре. Пойдём посмотрим, что попадётся нам в яйцы. Блин, так обожаю яйца открывать. Словно киндер-сюрприз. И нам попадается заяц. Обычный. Но я думаю, что он нифига не обычный. Заяц у нас необычный. Он добывает 140. Значит, мы со спокойной душой можем снять нашего пожарника последнего. И теперь я буду ходить с животными. Всё. У нас теперь крутая лесная братва. Пойдём добывать. О, кстати, тут есть инструменты. Смотри. Инструменты. Посох мы нашли. Кливер мы нашли. Есть какой-то молот. Это что такое? Непонятно. И лопаточка. А может быть, это эскимо. Вот это может быть какой-нибудь бур. Или, знаешь, как она? Скакалочка такая на пружинках. Кстати, я перешёл из разряда нубов в новички. Теперь я новичок. Не буду ощущать себя нубярой. Вон, кстати, кактус бегает. Смотри. Прикольный кактус. Я тоже такой хочу выбить. Но чтобы его выбить, нужно немного покопать. Потому что мы на нуле. Денег у нас нет. Ведь мы купили себе зайца. О, кстати, посох выпал. Этот чел с кактусом пришёл сюда. На мою территорию. Конкурэйшн, конкурэйшн. О, сейф появился. Там сейф. Ребятки, бегите за сейфом пока. Мишаня тут подкапывает в одиночестве. Кстати, чувак с кактусами прошёл дальше, походу, да? Соточку накопил, засранец. Снежные холмы захотелось. Охладиться. Ну ладно, ладно, я тебя всё равно нагоню. Так, у нас уже 12 кэсов. Здорово. Можно прикупить ещё одного питомца. И кто же это будет? А это у нас ещё один осьминог. Круто. Вообще чума. Значит, заяц, ты к нам недавно пришёл, да? И ты, по-моему, у нас не очень крутой. Поэтому прости, но мы тебя снимаем. Палку отбираем. Осьминога назначаем. И палку ему вручаем. Всё круто. У меня теперь тут два брата-близнеца. И лучше с ними не связаться. О-о-о, ты глянь, ты глянь, чё нам выпало. Тут, кстати, сейфик ещё появился. Розовый молоток, который называется игрушечный молот. И насколько он крут. Инструменты, молот у нас 1.4. Ну, он такой себе. Этот парень-конкурент вернулся. Видимо, он не смог пройти в снежные холмы. А так хотел. Ладно, я пока побегаю на этой стороне. Чтобы он к нам сюда не ползал. Я передумал. Вот, смотри, он у нас с ним. А нет, я думал, он сейчас прибежит на ту сторону. А я прибежал сюда, отстрелил у него парочку песчаных блоков. Ах ты ж, блин, и мой сейф там упал. Ладно, не страшно. Тут ещё палочку подберём. И пойдём сейчас покупать яичко. О, кстати, у нас тоже сейф есть. Блин, какое яичко. Сейф надо копать. Давайте, ребят, поднажмите. Ух ты, наконец-то эскимо выпало. Сейчас посмотрим. Покажи, насколько ты мощный. 2 и 1. Блин, кому бы дать? Наверное, осьминогу, да? Нет. Осьминоги и так мощные. Давай, наверное, мы отдадим. Мишки. О, всё, теперь у нас Мишка с эскимо. Он дождался своей сладости. Конечно, не мёд, но тоже вкусненько. 4 секунды у нас осталось до события. И что же это будет? И это событие Мининкраш, ты прикинь. Значит, миньоны у нас наносят на Х2 урона больше. Получается, что в 2 раза быстрее они откапывают всю требуху, которую мы находим. Но мне бы, конечно, хотелось наоборот, чтобы я откапывал в 2 раза больше золота. Потому что нам нужно 100 гацарей. И эти 100 гацарей мы обязательно наберём с тобой в следующей серии. А на сегодня это всё. Тебе спасибо за просмотр. Если понравилось, то с тебя лайки. Чтоб они прям сцепались. Чтоб они прям с неба летели, как дождь. Потому что что? Правильно, ты знаешь. Чем больше лайков, тем больше роблокса. А на этом всё. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok